Где у нас порнируются протоники на бедрах? Значит, соответственно, вот у нас идет основной сосудистый пучок здесь, вот между мышечными валами отдукторов, приводящих мышц, и квадрицепсов. Здесь, соответственно, ныряет, как бы, сей пучок в канал Хантера, так называемый, по которому проходит под коленочку, и из-под коленочки выныривает уже вот здесь, вот в канале Грубера. Вот, соответственно, канал Грубера подходит, значит, вот посередине, значит, икры, сформированной несколькими мышцами, и выходит здесь. И далее его сменяют, в свою очередь, следующий коллектор, это канал Рише. Ну, собственно, это вам знать особо не обязательно, все равно вы, анатомию пока не очень. То есть, сами названия, ну, по обличии этих вот перед коленторой. Значит, таким образом нам нужно будет сейчас прогнать здесь линку, да? То есть, по этой незамысловатой линии. Что мы можем сделать? Простейший прогон. Это вот такие вот движения, да? Простейший прогон. То есть, когда мы просто непосредственно поглаживанием прогоняем лимфу. Но вот это вот проглаживание обязательно нужно сочетать с легким потрахиванием. Вот. Почему нам нужно вот это вот потрахивание? Потому что, когда мы продавливаем, у нас очень мягкие лимфососудики, и они очень легко могут залипнуть. Почему вот, там, допустим, в системе Паскаль-Коша там идет вот такими вот волнами. То есть, это как раз вот с целью, чтобы минимально залеплять лимфососуды. И здесь вот мы, когда сменяем потрахивание легким, это один вариант. Второй вариант, мы можем использовать силу тяжести еще дополнительно. То есть, это, естественно, то, что мы делаем, как бы, от колена. То есть, вполне понятно вот этот вот прием. Видите, вот в сторону. Примфосудов мы прогоняем здесь. И то же самое. Легкое потрахивание. Вот. И вариант, помните, мы делали вот этот вот. Так же подходит вариант двуточный. Вот такой. То есть, вы умножите с, и... Понятно, да? Ну, три половой части, как я вам показывал. То есть, вариантов очень-очень много. Далее. Значит, вот эту вот часть, все равно, что ее надо каким-то образом откачивать, да? Вот. В этом случае можно, значит, так же прибегнуть к артикуляции, да? Путем артикуляции, видите, сжимаем и разжимаем подколенную выемку. И... Проглаживаем. Таким образом лимфоток. Другой вариант. Мы можем пропомпажировать подколенную выемку вот такой вот простой артикуляцией. Ну, просто подкладываем ладошку. И покачиваем ногу у нас естественным образом, как бы происходит компажирование подколенной ямочки. И здесь у нас, как видите, у нас расширяется область и сужается. Вот. То есть, естественным образом компажирование происходит и здесь. Ну, дополнить можно искусственно вот так. Или вот так. Видите? Вот. Очень хороший такой вот помпажный приемчик. И опять-таки, легкая такая вот вибрация на грани потрахивания, она не повредит. Вот. Это вот примерно магистральный дренажик. Иногда бывает здесь ущикало так накопление. Но здесь мы двигаем и одновременно делаем легкий помпаж. Вот. Таким образом вот идет артикуляция магистрального дренажа. Далее мы уже можем делать тканевый дренаж. То есть, дренажное движение на тканях наших. Хотя, я бы по-хорошему, после того, как мы немножечко ножки освободили, можно было бы хотя бы чуть-чуть еще, так сказать, сделать легкие совсем дренажа. Можно сделать хотя бы там пару-тройку глубоких вдохов-выдохов именно в режиме, вот как тогда вот ножки приподнимали. Вот. Для чего вдохи и выдохи глубокие? Потому что именно глубокое дыхание у нас лимфу проводят именно здесь. А двигая ножки и дополнительно слегка сжимая брюшную область, мы отсюда способствуем естественному оттоку шидкости. Вот. И, соответственно, важно убедиться, что у нас здесь мышца расслабленная. Вот. Видите, вот у меня вот я двигаю, кожа движется. Значит, здесь мышца не напряжена. Если бы мышца была напряжена, вот смотрите, видите, вот здесь снизу напряжение, видите, кожа вверх не идет. Вниз идет, видно? Вверх не идет вообще. Вот. Это вот напряжение в этой области. Вот. И, соответственно, на этом напряжении, видите, пупок вытянул. То есть показано вот здесь вот. Но это уже элементы другого анализа, это вам пока не надо. нет. Так вот я, Продолжение следует...